МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каменный бронзовый железный век. 50 лет назад человечество вступило в век пластмассовый. Удивительные синтетические материалы со всевозможными свойствами можно встретить повсюду. Одни прочные, как сталь. Другие прозрачные, как стекло. Третьи легкие, как пробка. У каждого пластика своя история и свое предназначение. Появившись на свет в научных лабораториях, эти материалы тут же стали незаменимыми. Разве можно представить современную жизнь без пластмассы? Март 2012 года. Взрыв на заводе в Германии заставил вздрогнуть всю автомобильную индустрию. Выпуск новых машин мог остановиться на несколько месяцев не из-за отсутствия шестеренок и кузовов, а из-за полиамида 12 – пластмассы, которые используются для производства небольших автомобильных деталей. Это происшествие доказало – человечество, создавшее синтетические материалы, сегодня вряд ли сможет без них обойтись. Дерево, ткани и даже металлы. Сегодня любые природные материалы можно заменить их синтетическими аналогами – пластиками. Посуда, мебель, техника – разные виды этих материалов можно встретить повсюду. Но что такое пластмассы? С точки зрения химии – это полимеры. Бесконечно длинные цепи отдельных молекул-мономеров. И очень часто в качестве мономеров выступают соединения углеводорода, например, молекулы газа и тилена. Каждая из них состоит всего из шести атомов. При сильном нагревании они полимеризуются, то есть сцепляются друг с другом в единую макромолекулу и превращаются в новый материал – полиэтилен. Большинство видов пластмассы – кузены бензина и дизеля. Ведь нефть – субстанция, состоящая из углеводородов. Около 5% всей добытой нефти превращается в пуговицы или бутылки для воды. 50 лет назад каждый новый пластик был сенсацией. Сегодня в лабораториях ежедневно на свет появляются сотни видов полимерных соединений. И выглядит это не так уж сложно. Полимеры можно получать разными способами. Мы в качестве примера рассмотрим поликонденсацию с получением ароматического полисульфона. Полисульфон – материал, который используется в наукоемких областях – от электроники до авиакосмической промышленности. Чтобы получить его в лабораторных условиях, потребуется колба с насадкой для подачи инертного газа. Он не допустит окисления полимера во время синтеза. В данном случае реакция достаточно проста. Все компоненты загружаются разом в колбу, заливаются растворителем, закрывается насадка для подачи инертного газа, включается подача газа и включается обогрев. Тщательно взвешенные компоненты засыпаются в колбу. Смесь будет нагреваться на тепловой бане в течение 10 часов. Все это время в ней будет проходить процесс поликонденсации. Так называется реакция образования макромолекул с выделением побочных продуктов. Далее этот раствор необходимо отфильтровать от неорганических солей, а чистый фильтрат высадить в воду. Когда жидкий отфильтрованный полимер попадает в воду, он прямо на глазах начинает сворачиваться. В воде остается лишний растворитель, а полисульфон принимает свой настоящий вид в белых полупрозрачных хлопьях. Именно так выглядит любая пластмасса до того, как станет деталью автомобиля или пластиковым ведерком. Мы находимся на производстве изделий из пластмасса. В данном случае медным литья под давление. С помощью этого метода создается большинство изделий из термопластов. Так называются пластики, которые при нагревании становятся жидкими, а остывая принимают нужную форму. И так плавить и остужать их можно множество раз без потери свойств. Как будет выглядеть термопласт в твердом состоянии, зависит от пресс-формы. Каждая пресс-форма занесена в каталог, где учтено все. До последней детали. Дата изготовления, номер, вес и даже сплав металла. Но главное – тип изделия, для которого она предназначена. Ведь каждая пресс-форма уникальна. При помощи механизма вытаскиваем, грузим на тележку и отвозим в рабочую зону термопластов-автоматов. После окончания работ данной пресс-формы она также возвращается на свою исходную позицию и берется в следующую пресс-форму. Вес пресс-формы доходит до полутонны, поэтому доставить ее к рабочей зоне можно только при помощи крана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ботовые предметы из готовой к плавлению пластмассы появляются на свет в агрегатах с соответствующим названием термопласт-автоматах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работать такая машина начнет, когда в нее вмонтируют нужную пресс-форму. Буквально 10 минут назад на данный термопласт-автомат установлено пресс-форма ведро 3,6 литра. Подвижная часть оснастки закреплена на подвижной части машины, неподвижной на неподвижной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Модель будущего пластмассового изделия спрятана внутри пресс-формы. На матрице, имеющей все нужные выступы и полости. Она всегда неподвижна. Двигается только вторая часть формы – пуансон. Он будет передавать давление на формуемый пластик. Именно с пуансона будут снимать готовый продукт. Вернее, сдувать очень сильной струей воздуха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Съема осуществляется при помощи пневмоздува. Срабатывает воздух от компрессора. И после съема донышка воздух также помогает изделию упасть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Термопласт-автомат работает самостоятельно. Оператору нужно только задать правильные параметры. Единственное, что не зависит от человека – продолжительность работы аппарата. Это очень зависит от сырья, насколько быстро оно расплавится. И это зависит от формования. Чем больше изделия, тем, в принципе, больше цикл. Потому что изделие должно остыть. Если раскрыть форму раньше, изделие просто потеряет свою форму. И все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Любое изделие из пластика, прежде всего, должно быть безопасным. Чтобы проверить наличие вредных веществ, образцы обязательно проходят через лабораторную проверку. Перед нами находится вытяжка стабилизатора из поливинилхлорида, в котором мы хотим обнаружить свинец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Реакция наступает мгновенно. Прозрачная вытяжка из пластмассы прямо на глазах становится ярко-желтой. Значит, в материале содержался свинец. И использовать на производстве его нельзя. Достойчивый метод позволяет наиболее точно получить информацию о химической структуре полимеров. Также надо отметить, что метод ЕМР применяется и в биологии для определения структуры белков. Применительно к полимерам мы можем помимо химической структуры самого полимера определять химическую структуру и количество входящих в него добавок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для подтверждения частоты молекулярного состава любой пластик можно подвергнуть и более серьезным тестам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Например, при помощи ядерно-магнитного спектрографа. Полученный из пластика раствор закладывают в аппарат. В нем формируется сильное магнитное поле. Молекулы разных веществ поглощают идущие от него импульсы. Каждая в своем диапазоне. Оператору остается только отследить результат на мониторе компьютера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На производство отправляются только те материалы, которые полностью прошли проверку на безопасность. Через исследовательские лаборатории проходят все виды пластикового сырья. Но не каждой пластмассе требуется матрица для приобретения формы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это живая белая масса вовсе не тесто. Это пенополиуретан, он же поролон. Для того, чтобы произвести нам в лабораторных условиях маленький кубик пенополиуретана, мы в стаканчик взвешиваем полиол, катализаторы. Также здесь, в этой смеси, также присутствует вода. Полимеризация полиуретана – процесс настолько стремительный, что один из реагентов добавляют в смесь в самый последний момент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Процесс полимеризации пошел. Переливаем это все в заготовку, в кубик. И реакция пошла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока смесь превращается в полимер, один из ее компонентов взаимодействует с водой. Во время этой реакции выделяется углекислый газ. Он-то и заставляет жидкий пластик пениться и расти. До невероятных размеров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 300 метров в длину, один в высоту. Чтобы получить поролоновый брусок такого размера, сырье в этих бочках измеряется в тысячах литров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они примерно объемом 20 тонн. В этих ямкостях хранится наше основное сырье. Многотоннажное наше основное сырье. Полиолы и изоцианаты. Существуют расходные ямкостя, с которых, именно с которых, с них же происходит подача сырья на машину, на заливку, на производство непосредственно пенополиуретана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Процесс полимеризации происходит с той же невероятной скоростью, что и в лаборатории. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы не упустить этот момент, смесь тут же отправляется по трубопроводу в заливочный цех. Монитор и компьютер управляют всем процессом заливки. Отправляют команды на контроллеры, которые управляют уже двигателями и подачей всех компонентов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Компонентов в промышленном полиуретане может быть много. Каждый подается через отдельный шланг, в зависимости от веса. Небольшие порции через тонкие трубочки. Ингредиенты в сотни килограммов идут по широким рукавам. Но все они должны подаваться к заливочному шлангу одновременно, иначе реакция вспенивания выйдет из-под контроля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока технолог контролирует поступление сырья из шлангов, рабочие на конвейере поправляют бумажную подложку. Иначе полиуретановый пласт прилипнет к ленте. Сейчас увидите, как первые порции начнут разрываться. Как маленькие извержения будут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы поролон не был похож на поднявшийся пирог, в начале пути ему придает форму специальной ограничительной. Теперь идеально ровный пласт будет двигаться сам по себе, пока сырье не закончится. Процесс запущен. Остается только следить за параметрами и за внешним видом процесса, за пеной. Огромная подушка пена полиуретана на самом деле очень легкая, ведь она на 90% состоит из пузырьков воздуха. И все же для удобства ее разрезают на блоки по 32 метра длиной. Такие небольшие пласты еще горячими отправляются на отлеживание. Поролон должен созреть, набрать необходимую прочность и остыть. Только после трех суток в цехе созревания пенополиуретану можно придать нужную форму. ВЗРЫВ Покатавшись на такой карусели, большие пласты поролона превратятся в тонкие отрезки. И поролон после резки идет на скрутку, на аппараты скрутки. Температура пена полиуретана не должна превышать 160 градусов. Вот почему несколько дней он вынужден лежать на складе. Если резать его раньше, он вспыхнет словно спичка, как и двоюродный брат поролона – пенопласт. Температура в верхней части конуса пламени составляет 900 градусов. Как видим, у нас пенопласт сначала уменьшается в размерах, можно сказать, скукоживается, а затем идет, он у нас оплавляется, и выделяются вот такие высокотемпературные капли, которые являются чрезвычайно опасными для здоровья и жизни людей. А это новое поколение вспененных пластиков, которым не страшна даже высокая температура. Материал, изобретенный российскими учеными, пока проходит лабораторные испытания. Я хотел бы вам продемонстрировать полученный в нашей лаборатории облегченный композит на основе кремно-органического связующего. Вот я вношу его в пламя горелки, и, как видите, он не горит. Внесенный в пламя, новый пластик ведет себя, как ни в чем не бывало. Это происходит благодаря тому, что в его структуру добавлен обычный песок, вернее, кремний, из которого он состоит. Сшивая молекулы разных веществ в различной последовательности, можно получать пластмассы с совершенно непохожими свойствами, и каждая из них находит свое применение. Знакомый нам полиэтилен может быть мягким, как пластиковый пакет, и твердым, как бутылка из-под газировки. Два дополнительных атома водорода и еще четыре углерода и получится упругий нейлон. Отняв лишний атом углерода и добавив двухатомный спирт, можно получить один из самых прочных материалов – поликарбонат. Прозрачный, как стекло, легкий, как перо. Поликарбонат можно поцарапать даже ногтем. Но он способен выдержать выстрел из пистолета Макарова. В принципе, самый ударопрочный пластик из всех имеющихся на сегодняшний день. Он используется в очень широком спектре, а от этого свойства его ударопрочность используется в основном во всех антивандальных конструкциях, где требуется прозрачность и прочность. Поликарбонат, как и полиэтилен – материал из разряда термопластов. Чтобы задать ему нужную форму, его необходимо расплавить. Мы находимся в одной из линий по производству нашего сотового поликарбоната. Здесь в миксер попадает разное сырье, которое смеется определенной пропорцией, которую мы задаем. Каждая вид сырья имеет определенные свойства, и мы получаем потом лист тех свойств, которые мы хотим. То есть он и не крупкий, но жесткий, он и гибкий, но не мягкий. Дальше в этом главном шнеке происходит его плавное перемешивание, и он расплавляется, вот, и подается очень равномерно, подается на фельдеры. На качество этого пластика может повлиять любая мелочь, поэтому на производстве должна поддерживаться чистота. Все, что происходит с сырьем, пока оно не сформируется в тонкий лист пластика, происходит в закрытых аппаратах, внутри экструдера. Экструзио – по-латински «выталкивать». Прежде чем выполнить свою главную работу, экструдер одновременно нагревает и придает нужную форму пластмассе. Вот как это выглядит изнутри. Находящееся в бункере сырье сушится, и с помощью поршня «шнека» подается к нагревателям. Здесь пластик плавится и становится тягучим, как сгущенка. Поршень двигает мягкую массу к фильтру и продавливает через профиль. Своеобразную пресс-форму. Сформованный между двух пластин поликарбонат попадает на конвейерную ленту. Разогретый до 250 градусов пластик остывает и кристаллизуется всего за несколько секунд. И тут же на его поверхность льется еще один слой – защитный. У крепкого поликарбоната есть одно слабое место. То, что он нестойкий к ультрафиолетовому излучению. То есть при воздействии ультрафиолета поликарбонат начинает деградировать. Это проявляется в виде том, что, ну, в принципе, он желтеет, он теряет свои физико-механические свойства, становится хрупким, и, в принципе, конструкция из него разрушается. Толщина защитного покрытия всего несколько микрон. Оно буквально сплавляется в основной слой пластика. Несмотря на то, что всем процессом управляет автоматика, контролировать качество ее работы приходится человеку. В основном линии отслуживают два человека, один из которых – оператор. То есть он вносит необходимые изменения в параметры, деленные параметры работы самого оборудования. И раз, например, в час или после изменения поливого параметра отрезают контрольный образец и производят комплексную проверку. Измеряется ширина листа, толщина его стен, распределение веса на поверхности. Параметров много. Но главная контрольная проверка ожидает поликарбонат в лаборатории. С производственных линий оператор приносит в лабораторию образцы. На данном приборе, который называется световой ящик, проверяются оттенки выпускаемых изделий. Образец производства помещает в аппарат рядом с эталоном. Их оттенки должны совпадать полностью. Как и эталон, только что изготовленный серый пластик должен оставаться серым при любом освещении. Но еще важнее проверить наличие слоя, защищающего поликарбонат от губительных ультрафиолетовых лучей. Увидеть и оценить его можно только при помощи электронного микроскопа. Существует ли пластик, который не боится ни солнечного света, ни больших нагрузок? Ученые из Российского химико-технологического университета имени Менделеева создали удивительный материал, прочность которого выше, чем у бетона. Коль скоро мы заговорили о бетонах, то, очевидно, мы должны сравнить в первую очередь с бетонами. Наш материал по сравнению с ними характеризуется целым набором уникальных свойств. Это полимер-бетон, это бетон-химические стойки. Основа бетона полимерного, как и у обычного. Песок и гранитная крошка. Секрет инновационного материала в связующем компоненте. Пока смесь утрамбовывается на вибростолике, в ней происходит реакция полимеризации. Спустя всего полчаса пластик превращается в монолит. Инновационный пластик не разрушается даже под воздействием сильнейшей кислоты – соляной. Посмотрим полученные результаты. Как видно, никаких изменений не происходит. Под водой, кислотой или при высокой температуре – 20 минут. И твердый материал с максимальными прочностными характеристиками готов. Но все же самое ответственное испытание – полимер-бетон проходит зимой. Мороз, слякоть и грязь. Далеко не каждый материал способен затвердеть в таких экстремальных условиях. Те же гравий, песок и связующее вещество. Только температура на улице ниже нуля. Главное – тщательно перемешать все компоненты. Полимер-бетон становится тверже прямо на глазах. Значит, материал проверку прошел. Строительные работы, дорожные работы – это основное назначение данных бетонов. Материал применялся и в аэропорту Домодедова. Материал применялся и при различного рода проведении строительных работ, особенно строительных работ, проводимых зимой, осенью. Некоторые ученые утверждают, что век пластиков подходит к концу. Скоро им на смену придут новые материалы. Более прочные, легкие, надежные и безопасные. Но вряд ли они смогут заменить многочисленные пластики и все, что из них создано. Ведь век пластмассы только начался. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА